И вот, пожалуйста, вот медицинский центр написано, да, вот какие-то компьюнити, дентист, вот место, где люди могут прийти, это такая вот как бы офисы, офисы, в которых могут люди работать и приходить к ним, они понад дорогой возле каждого офиса. Вот смотрите, что это такое интересное здание, это такой вот магазинчик, в котором, вот она церковище, в церкви здесь куча, я вам про них расскажу отдельно, так вот, мы проезжали с вами, вот это магазин, в который надо заезжать машиной, и вам на машине, вот он, ярдсейл, вот, это по субботам и воскресеньям люди выносят продавать то, что им не нужно, вот, и кто-то покупает это дело. Да, вот он, Джон говорит, это моя, наша больница, куда мы, где мы делали мою медицинскую комиссию на грин-карту, вот, и люди приходят и там что-нибудь покупают, там за 2-3 доллара, почему это называется дворовая продажа или гардсейл, то есть вот то, что из гаража они нужное выносят, они потом продают здесь. Вот они домики, вот я буду, будем ехать, и я вам буду показывать вот эти домики, так как люди живут у каждого дома, почему они не делают заборов, потому что, если у них есть забор, то в забор надо въезжать. А так у них вокруг дома парковка сумасшедшая всегда, и могут, может быть, там и новые машины, иногда там стоят такие старинные машины, что вот девчонки идут гуляют, вот glass and beer, стекло и зеркало Брэндона. Видите, рядом, как всегда, вот мы переехали через, заметьте, мы переехали через переезд, рядом с, уже сбилась мысль, вот снова какая-то церковь, прошу обратить внимание, я вам говорила, что церквей здесь миллион. И вот здесь мы уже с вами выезжаем на такую главную улицу Брэндона, она достаточно оживленная, и поэтому Джон всегда любит объехать ее другой стороной, чтобы по ней не ехать, как можно, ну, меньше участок. И мы сейчас с вами поедем по главной улице Брэндона, вот мне что хотела вам показать, количество машин, которые продаются, и вот мы, я вам это покажу, мы стоим на светофоре, вот она аптека, сеть аптек, вот здесь две сети аптек, которые конкурируют друг с другом, и похожи совершенно, вот такие же коричневые здания с колоннами, только на одной написано Walgreens, а на другой написано CVS. Светофоры, смотрите, тоже вот интересно про светофоры, хочу вам рассказать, вы видите, они здесь висят, над дорогой, их целая куча светофоров, и на каждую линию, которая стоит, машин здесь, а линии здесь движения три или четыре в каждую сторону, висит свой светофор, или даже вы видите, два висят светофора, и вы должны знать, какой сигнал будет ваш, и благодаря тому, что линий много полос движения, то есть три как минимум везде, а то четыре и больше. Вот такие даже светофоры, никакие развязки не нужны, и такие светофоры, они совершенно не сдерживают поток движения, а регулируют их. И на всех светофорах есть левые повороты, на всех светофорах. Правый поворот ты можешь делать, если даже у тебя горит красный, но ты пропускаешь движение и делаешь правый поворот. И ждешь своей линии. Иногда бывают даже левые повороты, это две полосы движения на левый поворот идут, а две полосы движения стоят на движение прямо. И стрелка налево может быть обязательно, если стрелки нет налево, то ты уже едешь, и как у нас по правилу помехи, справа ты пропускаешь, а потом уже проезжаешь сам. Поэтому на светофоре, поскольку здесь получается, смотрите, четыре полосы, четыре, это перекресток, и на каждой перекрестке каждый делает левый поворот, то есть на светофоре, безусловно, мы можем задержаться. Вот она, наша стрелка, пошла, и кто-то там спит. А спят они здесь, потому что у всех коробки автоматы, то есть коробка автомат, пока ты нажмешь, она плавно очень трогается. Видите, вот наша зеленая стрелка, и мы по ней едем. Никаких там мигающих светофоров в основном нет. Идея такая, что когда загорается желтый свет, он горит пять секунд ровно. И вот за эти пять секунд ты должен либо проехать, ничего там потом, оно не мигает, ничего, ни зеленый не мигает, ничего. Ты за эти пять секунд должен либо проехать, либо уже остановиться. Ездят они, вот как, вот видите, вот хотела, обещала вам показать, мы ездим. Вот смотрите, пожалуйста, вот если вам будет видно, сколько стоят машины здесь. Вот 8995, 8995, 10, 11995, Infiniti. Вот такие вот машины тут стоят, на них цена написана, вы можете совершенно подходить. Это машины БУ, БУшная машина. Карваш, вот смотрите, 10 долларов мойка. Вот еще одна автостоянка с машинами, которые продаются. Машины здесь, конечно, очень красивые, очень много разнообразия. Вот это Family Dollar, это сеть магазинов, где все продается по одному доллару. Я еще хотела вам показать барахолку, которую мы здесь проезжаем. Что это такое, понятия не имею, но похоже, что это вот вещи, которые существуют для сбора и пропуска воды. Дело в том, что во Флориде очень много идет дождей, и вода может быть настоящим бедствием. То есть она у вас ниоткуда, там не с гор скатится, как в России в последнее время. Она у вас может с неба упасть на вас, и иногда поднимается уровень воды достаточно высоко. Везде существуют вот какие-то вот системы шлюзов, системы дренажей по реке для того, чтобы можно было как-то регулировать этот пропуск воды. Вот снова у нас церкви. Вот здесь у нас будет идти, вот одна церковь стоит. Сейчас проезжаем дальше. Вот это офисы. Это вот еще одна церковь. Еще одна церковь очень красивая. Проезжаем. Вот они, офисы, смотрите. Вот офисы, ресторанчики, маникюр. Вот это все как бы в одном месте. При желании офис можно снять в любом месте. Вот просто в любом. В любом комплексе вот такого плана всегда есть свободные места. Вот просто всегда. У них недвижимости вот этой значительно больше, чем желающих ее снять. Вот это хочу вам показать. Вот это белое здание по той стороне. Это дом престарелых. Написано New Life Adult Care. Это забота о взрослых. И мы с вами приехали. Вот это вот апартаменты. Вот это третий вид. Это только арендуемое жилье. Вот они какие бывают. Это еще не самые плохие апартаменты. То есть вот здесь вы, даже если захотите, вы квартиру не купите, потому что это только арендуемое жилье. Вы можете в аренду точно так же взять какой-то вот отдельно стоящий дом. Вы в аренду не возьмете квартиру в кондоминимуме, потому что вам не разрешат там по правилам кондоминимума сдавать эту квартиру. Типа, если не нравится, уезжай отсюда. И вот мы приезжаем в наш парк. Вот это автобусы, которые возят детей в школу. Вот он наш бассейн. Вы видите, вот там, где голубые флажки, вот там вот наш бассейн. Навесы, под которыми родители сидят, ждут своих детей. Вот они, теннисные аккорты. Наша площадка. Парковка всегда везде сумасшедшая здесь. И вот, пожалуйста, вот мы доехали. Спасибо за внимание. Целую вас, дети.